Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Параметры окружной казны откорректировали. Законопроект о внесении изменений в бюджет Ненинского округа принят собранием депутатов НАУ сразу в двух чтениях. Это первые изменения в главный финансовый документ региона с начала года. Согласно поправкам, увеличены доходная и расходная части бюджета. Согласно первым в этом году поправкам, доходы окружного бюджета увеличились на 957 миллионов рублей. В этой сумме учтены 76 дополнительных миллионов от Хариягинского СРП и 881 миллион федеральных средств. Последние доходы строго целевые и будут направлены на реализацию госпрограмм в различных сферах. Так, 110 и 161 миллион поступили из федерального бюджета на продолжение строительства двух социальных объектов – детского сада и школы в микрорайоне авиаторов. 496 миллионов Ненинскому округу выделено на продолжение строительства дороги на Ринмар-Сыктывкар, 81 миллион – на развитие здравоохранения. По словам спикера регионального парламента Анатолия Мяндина, в этом году округ впервые получил весомую сумму на развитие этой сферы. 24 миллиона на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан и 54,5 миллиона рублей на реализацию авиационной услуги по оказанию медицинской помощи. К этой сумме мы добавляем еще 12,5 миллионов рублей из окружного бюджета, итого 67 миллионов. На эти средства авиаторяд приобретет в лизинг два вертолета Ми-8, который будет специально оснащен медицинским оборудованием и будет выполнять вот эти санитарные рейсы. Кроме того, часть федеральных средств будет направлена на реализацию госпрограммы «Доступная среда», реализацию проектов в области обращения с отходами, доплаток пенсии, обеспечения жильем детей-сирот и выплаты медработникам. Кроме средств федеральных, депутаты согласовали распределение дополнительных средств из региональной казны. Так, за счет увеличения верхнего предела госдолга с 4,1 млрд до 5,3 млрд увеличились расходы окружного бюджета и по другим направлениям. В частности, направили определенную сумму на погашение кредиторской, в первую очередь, просроченной кредиторской задолженности, которая образовалась на конец года, учреждения образования, здравоохранения, соцзащиты по коммунальным услугам. И, несмотря все-таки на сложный наш окружной бюджет, мы все-таки должны выделять средства на дальнейшее развитие нашего округа. Поэтому дополнительно выделены средства на строительство, которое сегодня успешно продолжается, строительство нового здания школы в селе Тельвиска, 69 млн. рублей. Мы ожидаем, что в этом году школа примет своих учеников. Также у нас новая стройка в этом году будет, строительство детского сада в селе НЕСЬ. Эти цели мы выделили уже сегодня, 159 млн. рублей. Кроме этого, продолжается строительство жилья как в городе, так и на селе. Вопрос очень важный для нашего населения. Поэтому выделено сегодня на сессию дополнительно ещё 281 млн. рублей на жилищное строительство. Кроме того, 12 млн. рублей выделено на комплексное обследование многоквартирных домов на Ринмаре и посёлке Искатели для определения процента износа и включения в программу ветхого и аварийного жилья. Предусмотрели в окружном бюджете и расходы на перспективу. Так, в федеральном бюджете предусмотрено 20 млрд. рублей на благоустройство городов. Какую сумму получит Ненецкий округ, пока неизвестно. Однако в бюджете уже предусмотрено 100 млн. рублей на софинансирование этой программы. Часть окружных средств, а именно 9 млн. рублей, направят на выплату компенсации многодетным семьям взамен земельных участков. В рамках работы над бюджетом продолжается и оптимизация расходов. Так, на 5 млн. сокращаются расходы на органы госвласти. С 1 марта определённое количество должностей в администрации НАУ будет сокращено, и эта работа будет продолжена, отметил Анатолий Мяндин. Таким образом, бюджет 2017 года сегодня выглядит так. Доходы бюджета увеличены на 7,9%, до 13 млрд. 21 млн. рублей, расходы до 14 млрд. 171 млн. Дефицит составляет около 1 млрд. 730 млн. рублей, показав рост с 6,8% до 14,5% от общего годового объёма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений. Напомню, это первые поправки в бюджет округа в текущем году. По словам Анатолия Мяндина, не последнее. Регион ожидает поступления дополнительных федеральных средств и на ряд других направлений.